Здравствуй, мой дорогой, любимый зритель! За эту неделю я побывал на разных ММРах, от двух до четырех и выше Аварейджа. И на всех из них, но чаще всё же на низких, были различные крайне нелепые ошибки, от которых хотелось орать и делать, ну, ну вот так вот. Сейчас орешу, нахуй! Поэтому я запускаю новенький формат, и называется он... Ну это же очевидно! И просто! Во-первых, начнём. Одно из самых дефолтных. Баунти Хантер. Я даже об этом в гайд-минутке говорил, но всё равно периодически вижу, как кто-то марксит Дженаду. Смотрите, вот, показываю наглядно. Да, кулдаун на четвёртом левеле в 6 секунд на Дженаде, это лучше, чем у Тоса. Кулдаун в 10 секунд всегда. Да и маны он не требует, но сюрикен при любых, при любых раска... вообще будет сильнее. Мана восполняется нынче арканами, батло, манго, кларити. А дэмод же нанесёт в два раза больше, чем твоя Дженада, ну вот хоть убейся. Вот вообще как угодно. За файт можно дать два Тоса. А ещё если в тирпа рядом кинуть, то он полетит чувака, на котором был трек, да? Ну ты это знаешь. И Шадоу Волк можно качать один раз инвиз равен кулдауну скилла. Легко же? Сюрикен Тос в 4, Дженаду в 1. Ну это же очевидно и просто. Окей, окей, здрасте. А теперь у нас Фейслес Войт. Отличный мета-персонаж. Хрена Сьеру ставит, любого убивает. Но, но, если выбирать лайфстил, то то что же взять? Мом? Или же Владимир? А давай объясню. Если ты истинно соло-плеер, убиваешь любой. Таргет один, ставя на него хроны и никого не боишься, фармишь леса. И у тебя там хороший старт, то вероятно Мом. Но, тут, знаешь ли, большие риски, дружок. Ты, конечно, сможешь быстрее фармить. Соло ты убиваешь, но так же быстрее, если прокуют там баши. Но, Владимир, это, это знаешь, это как-то попрактичнее, что-то постабильнее, что ли. Владимир в команде должен быть однозначно. Вот в любом случае. То есть, вот эти вот все ауры, которые он в себе сочетает, ну, они тащат. Вот, вот прям тащат. Плюс орб-эффекта от вампиризма нет. И его точно не надо будет продавать. А Мом в конце игры, эх, занимает слот. Ну и дополнительный урон в количестве 25% от Мома. Эх, знаешь, такое себе. Короче, примерно вот так вот раскидал, да? Да это же очевидно и просто. Последний парень под нашим взором, это котел. Котел это, сука, Гендальф. Но в сторону шутки, не знаю почему, на лоу-рейтингах из 20 карт его взяли где-то в 5. И это много. Нет, правда, это много. И качали его по-разному. И без иллюмейта, и без монолик, и без ульты. Но самая суть в том, что это не совсем герой для поднятия рейтинга. Ну, он ситуационный, ну, типа так. Его можно взять против мета-тимбера. Да, монолик его контрит полностью, если ты правильно юзаешь его. Против вивера, там, когда, типа, кто-то убегает, ну. Но не качать он тут с блайдинг-лайдом? Пффф. Короче, вот этот скилл на область дает мисси противника лучше, чем пиво-брюмастера. Да что там лучше, чем пассивка-фантомки, ну? И первый скилл в начале очень сильный. Мано-сотратный, да, но очень сильный. Главное, правильно выбирая позицию, чтобы до них добраться незаметно. Юзай смака. Ну, а вообще в рейтинге ему есть много других крутых альтернатив. Ага. Ну, это же очевидно и просто. Ну, а с вами был Денисоном в новом формате. Если он тебе по нравке, то ставь лукас, подписывайся на меня везде, ссылки в описании. И комментируй, это очень важно. Предлагай свои интересные штуки. Если что, реализуем всех удачных тиммейтов. Ну, а Augун, что результат. Тиммей, тяга. И пара! До новых встреч!